Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про уход за молодыми саженцами винограда. Наши черенки проросли, мы их посадили в какие-то емкости и возникает очень много вопросов, как за ними ухаживать, как поливать, болезни и так далее. Обо всем этом сегодня поговорим. Итак, первое с чего мы начинаем, это с того, как поливать. Я уже говорила в видео, где я рассказывала про загнивание корней винограда, что предпочтитель нижний полив. По нескольким причинам. Когда мы поливаем сверху, мы все-таки уплотняем землю. Я напоминаю, что все-таки корни винограда, они очень любят почву воздушную, чтобы она была проницаема. То есть, если мы поливаем сверху, это не 100% что так будет, но мы повышаем вероятность загнивания корней перелива. Поэтому предпочтитель нижний полив. И какие могут быть варианты? Смотрите, у меня саженцы стоят в таких поддонах. В любых магазинах, которые продают какие-то товары для сада и огорода, так или иначе, можно найти какие-то такие поддончики. Вот такой есть вариант. Можно даже, если у вас, например, саженцев немного, пластиковые емкости от тортов, от чего-то еще. Вот эти контейнеры, все это можно использовать. И дальше, какой вариант? Значит, можно, что делают некоторые? Например, они достут стаканчик, ставят в отдельную емкость с водичкой, какое-то время выдерживают и ставят обратно, например, на подоконник. Вариант не очень хороший, потому что, опять же, очень сложно уследить, сколько вот этому саженцу нужно водички. Если мы вот так их вместе, сколько у нас их стоит, 4, 5, 10, 20, не важно. Их стоит много. И смотрите, ведь саженцы развиваются по-разному. Может быть, вот такой уже, видите, большой, ему надо много воды. И может быть, например, вот такой малыш, ему надо воды гораздо меньше. Когда вы ставите в отдельную емкость, очень сложно уследить. Если же у вас в общей, когда вы сюда нальете водички, каждый возьмет столько, сколько нужно. Более сухая земля, например, если почва больше просохла, она наберет меньше, больше воды, более влажная наберет меньше. И таким образом мы подстраховываемся от перелива. Регулярность полива, ну, тут очень много зависит от того, какая температура в комнате, какая влажность, в принципе, и какая почва. То есть параметров очень много. И сказать четкую регулярность сложно. То есть вы смотрите по тому, что происходит в почве. Если у вас стаканчик прозрачный, тут все, конечно, гораздо проще, потому что, ну, приблизительно вы видите, как он просыхает. Вот здесь я, наверное, даже сильно не буду приближать. Недавно высажено, тут видно где-то сантиметрик меньше сверху сухонького. Дальше влажно, все хорошо. Но еще поливать не надо. Но что делать, например, если стаканчик не прозрачный? Ну, у вас же может быть любой. Сверху, если видите, сухо, это не значит, что все, он высох. Чуть-чуть пальчиком копнули. Есть, на самом деле, специальные влагомеры. Они продаются в наших магазинах, но в наших магазинах дороже продаются на Алиэкспресс. Мы даже заказывали, но они не пришли вовремя. Ну, так с Алиэкспресс бывает. Поэтому обходимся без них. Так вот, значит, ну, вариант можно купить влагомер. Насколько он работает, сказать не могу, потому что не пробовал. Пальчиком чуть-чуть земельку раскопали. Сантиметра на 2-2,5. Если там влажненько, значит, все хорошо. И, ну, можно полить чуть-чуть. Опять же, вы же понимаете, какая там земля, насколько она влажная. По количеству тут, если у нас одна общая емкость, тоже, что очень важно, не надо заливать вот по борта. Потому что мы можем перелить. Приблизительно вот на такой поддон. Здесь порядка 18-20 саженцев умещается. Я поливаю приблизительно раз в неделю где-то пол-литра. Этого достаточно. На тот момент, вот как они сейчас развиваются. Чем больше они будут развиваться, тем больше набирают зеленую массу. Тем количество воды может быть больше. Но четких рецептов, повторюсь, нет. Потому что каждый саженец по-разному употребляет эту самую влагу, температуру и так далее, и так далее. Поэтому вы просто смотрите, наблюдаете и подливаете. Лучше чуть подсушить. Как понять, что кто-то подсыхает? Чуть-чуть столбеловатый листик. Все, столбеловатый листик. Быстренько полили. Ну, бывает, что они подсохнут. Но, честно, винограду все-таки страшнее перелив, чем недолив. Конечно, лучше не доводить ни до того, ни до другого. Поэтому смотрим, наблюдаем, но стараемся подобрать для себя какую-то оптимальную золотую середину. Ну, еще пару слов о том, как развиваются корни. Мы высадили с небольшими корешками. Насколько быстро мы их увидим. Ну, честно, все по-разному бывает. Бывает, что вот так вот мы сразу видим такие белые толстые корни при таком небольшом развитии. Бывает, что уже, может быть, и вот такой большой побег о корне не видно. Это не повод для беспокойства. Если растение себя хорошо чувствует, вот у него хорошая зеленая масса, яркая, веселенькая, невялая, все, оставьте его в покое, все нормально, не надо туда заглядывать, все разобьется как нужно. Ну, а теперь поговорим о том, значит, что, какие почки, побеги обламывать, не обламывать, что со всем этим делать. Я вам рассказываю то, что делаю я, и объясняю, почему. Вы же для себя сами выбираете, либо делать так, либо делать почему-то. Другому советую, ну, все взрослые люди. Значит, я придерживаюсь того мнения, что ничего убирать не нужно. То есть, если у нас развились две почки, хотя здесь четко видно, она большая, вторая маленькая, казалось бы, да, очень ручки чешутся, вот эту вот обломать. Ну, если очень-очень хочется, то я бы советовала сделать это после высадки в открытый грунт. Объясняю, почему. Когда высаживаете, что-то может произойти, обломаться при транспортировке, при высадке. Собачка пробежала, не знаю, котик, птичка, кто угодно побег обломался, и все. Ну, может, конечно, пойти какой-то дополнительный. Ну, во-первых, это очень большая задержка по времени, во-вторых, ну, может и не пойти, на самом деле. Поэтому не спешите. Обломать вы всегда успеете. А, в принципе, если растение нормально развивается, то оставьте ему два. Два он вполне может вытянуть. Это актуально для тех саженцев, которые у нас, собственно, коренные. Мы их не под прививку, не под что. То есть я говорю именно об этих саженцах. Ну, вот тоже пример. Здесь, видите, две почечки начали развиваться практически одновременно. Все, так мы их и оставляем. Дальше мы смотрим. Даже, смотрите, если мы высаживаем, например, вот это в открытый грунт, и смотрим, что верх пошел развиваться, развиваться, а малыш так и остался на этом уровне, вот тогда можно убрать. Но не торопиться раньше времени, ввиду того, что очень большая опасность что-то повредить. Оставляем себе запас. Ну, вот такие мы вообще не трогаем. Все одинаково развивается, все хорошо. Единственное, помните, я рассказывала о том, что нижнюю почку мы не удаляем. Я не удаляю. И рекомендую это делать, опять же, потому что много различных бывает причин, когда не развиваются нижние почки, вернее, верхние почки, а развиваются только нижние. Но если мы нижнюю оставили, и у нас такой замечательный черенок, который стал развивать равномерно три почки, вот тогда нижнюю можно удалить при посадке. Ну, вы видите, что верхние две прекрасно развились, у них все хорошо, тогда нижнюю удаляем. Иначе не трогаем. Вот, кстати, смотрите, пример, когда саженец пошел расти из нижней почки, то у меня осенний эксперимент. И смотрите, вдруг, вдруг, через сколько там, 3-4 месяца решила пробудиться и более верхнюю почку. Но опять же, я ее пока оставляю. Кто знает, как, что случится. То есть мы оставляем запас. Следующий вариант, который может быть, это когда из одной почки идет несколько побегов. Вот это то, что нужно убирать. Здесь, да, прекрасно видно. Вот один побольше, вот один поменьше. Иногда, иногда это может быть и 3-4. Значит, в таком случае слабенький мы убираем. Но тут тоже какой может быть нюанс. Не спешите это убирать на уровне, когда они все вот такие вот малюпасенькие. Просто, когда что-то очень маленькое, обломать это, не повредив все остальное, может быть сложно. Поэтому чуть подождите. И потом слабенькие вот эти раз аккуратненько ломали. Все. Чтобы побег именно из одной почки остался один. Следующий вопрос. Так как для черенков мы берем лозу однолетнюю, то понятно, что на многих из этих лоз, во многих почках заложились грозди. И когда вот это чудо у нас начинает прорастать, мы замечаем гроздочки. Ну и конечно, у многих, особенно начинающих садоводов, возникает такое желание оставить, посмотреть. Читала даже много на форумах. Некоторые оставляют для подтверждения сортовой принадлежности. И прочие, прочие. Пытаются с этим экспериментировать. И даже есть успешно то, что да, может вызреть. Вот этого я вам делать не рекомендую. Опять же объясняю почему. Да, гроздь, в принципе, если у нас черенок был сильный, хороший, все у него пошло, все процессы хорошо, теоретически он что-то там может немножко вынести эту гроздь. Но надо понимать, ну скажем так, психологию растения. У растений нет как такового инстинкта самосохранения, ну как у животного. И растение настроено на размножение. То есть, в принципе, если оно тянет, оно может отдать всю силу на эту гроздь, потому что что дают плоды? Плоды дают семена, и растение позволяет так размножаться. Так думает любое растение. Поэтому оно все силы может отдать на вот эту ягоду, которую нам очень захотелось посмотреть. И потом либо быть очень ослабленным, либо не перенести зиму. То есть, это риск. Ну, если вы покупаете посадочный материал у тех людей, которым вы доверяете, а я думаю, что вы делаете именно так, то не спешите и не насилуйте вот эти растения. Значит, вот у нас гроздочка. Тоже мы ее аккуратненько. Тут одна и вторая. Все, мы их убираем. Они нам не нужны. Пусть растенюшка нормально развивается, так как ему даже третья. Здесь это русский ранний. Вот третья гроздочка. Мы ее аккуратненько уберем. Тоже не спешите это делать очень рано. Бывает, что прямо вот первый листик вылез, и тут же гроздочка. То есть, убирайте в той стадии, когда вы можете это отщипнуть, не повредив все остальное. Ну, вот это основное правило. Еще один момент, на котором я все-таки хотела бы остановиться, потому что я предполагаю, у кого-то такая ситуация может быть. Высадили, ну, скажем так, молодой саженец с каким-то большеватым, может быть, побегом. Ну, почему он так развился, большой, разные могут быть причины. И вдруг этот побег стал завидать. Буквально сразу, на следующий день, значит, мы не пугаемся. Такое действительно может быть, потому что крышки в этот момент могут быть маленькие, им может не хватать влажности. То есть, мы смотрим землю, в которую мы садили. Если она была не сильно-сильно мокрая, а так, как я показывала, то есть, земля в комочек чуть-чуть сжимается, потом рассыпается. И вы не ставили в воду, после того, как высадили, увидели увядание, значит, поставьте на пару часов стаканчик этот водичку, и сверху попрыскайте. Может такая быть, после того, как вы вот это сделаете, то есть, дали влажность здесь, дали влажность здесь, опять же, помню, мы не переувлажняем, не заливаем, просто на пару часиков поставили. Если земля изначально была сильно мокрая, этого мы не делаем. Мы только даем влагу на верхнюю часть, если какой-то пырыскалки попрыскали, и все, да, может быть вот такая ситуация, когда верхушечка отсохла, но дальше сейчас вот этот побежек начнет нормально развиваться, то есть, такого может быть, не пугайтесь. Идем дальше. Важный момент при молодых саженцах, особенно если, например, бывает так, корни у нас уже пошли, а почки еще не раскрылись, это влажность. Почему же важна влажность? Первое, если, например, почки наши еще не раскрылись, таким образом мы уменьшаем вероятность их иссушения, а это тоже может быть, способствует немножко пробуждению почки. Если у нас уже есть зеленая масса, влажность помогает правильно усваивать тот же углекислый газ, который нужен растению, и защищает от вредителей. Ну, конечно, пульверизатора в домашних условиях бывает недостаточно. И, например, на вот эту вот большую команду саженцев я ставлю увлажнитель, он у меня есть, но это не значит, что надо тут же бежать, покупать увлажнитель воздуха. Я просто рассказываю, что можно сделать, и то его не всегда хватает. Значит, к чему может привести сухой воздух и даже в 90% приводит? Может развиться клещ паутинный. Не могу показать, потому что нету, и, в принципе, на винограде меньше заводится, больше заводится на других комнатных растениях. Появляется такая паутинка, и на оборотной стороне листика будут такие видны, как точечки именно в этой паутинке. Значит, это паутинный клещ, и второе, это трипса. Вот трипс вам немножко покажу, значит, это уже протравленное, поэтому будут темненькие такие штучки. А на самом деле, вот на оборотной стороне листа появляются такие зеленые пупырышки. Это как раз таки из-за сухого воздуха. К сожалению, к сожалению, вот именно дома, как бы мы ни увлажняли, мы ее можем немножко замедлить, но полностью себя предохранить от нее очень-очень сложно. Но не надо этого бояться. Значит, что можно делать? Ну, все равно продолжать какое-то увлажнение. Это раз. Дальше обработка фитоверм, либо теовиджет, раз в неделю, раза три. Бывает, что нужно и больше, потому что у трипса очень сложный жизненный цикл. Она сначала в листике, потом она идет в почву, и в определенных своих стадиях она является как бы неуязвимой вообще для всех обработок. То есть мы просто, скажем так, делаем такую поддерживающую терапию, и если вы, например, обрабатываете фитовермом, имейте в виду, что фитоверм работает при 25 градусах и выше, и чем жарче, тем он работает эффективнее. То есть если у вас, например, такая прохладная комнатка, то даже не тратить деньги. А лучше в таком случае обработать тем же теовидом, но это будет более эффективно. Тем более, да, есть запах серы, но для квартиры на самом деле не так уж и страшно, то есть вот это можно делать. Потом при высадке в открытый грунт вся эта зараза погибает, потому что в наших условиях в открытой почве, там где и прохладнее немножко, и более влажный воздух, трипса просто не живет, ей не интересно. Это я говорю про наши условия, вот средние полосы, Беларуси, ну и в принципе, я думаю, что Россия на этой же территории, севернее тоже будет так же. Поэтому просто поддерживаем, не пугаемся, ничего страшного. Если вы, например, где-то приобрели саженец, увидели там вот эти пупырышки, то не пугайтесь, ничего страшного в этом нету, и действительно защититься от нее очень-очень сложно. То есть в домашних условиях достаточно сухого воздуха это явление довольно частое. И последний момент, которого я хотела бы коснуться, это освещение. То есть помним, виноград в свете нуждается, именно по этой причине мы не спешим укоренять наши черенки, и мы дожидаемся нормального светового дня и стараемся разместить в наиболее освещенном месте. Но при этом помним, что если у нас какое-то очень южное окно, а там как раз таки может появляться и перегрев, и слишком сухой воздух, то есть в таком случае старайтесь в определенные, например, часы самого яркого солнца немножечко саженцы притенять. Как стаканчики, особенно если они прозрачны, так может быть и листовую массу. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. До новых встреч, пока!